В Яблочко юные Александровцы приняли участие в соревнованиях по пулевой стрельбе за кубок главы ЗАТО Александровск. Как умение сконцентрироваться и собраться влияет на результат выстрела, узнаем в следующем сюжете. Вика Пашинская никогда до соревнований пистолет в руках не держала, но в своем кадетском прошлом ей не раз приходилось стрелять из автомата. Девушка признается, разница большая, однако есть универсальные правила, которые помогли ей завоевать серебро. Мне несколько раз повторяли, чтобы я концентрировалась, не вручала внимания ни на кого. Главное не торопиться, это самое главное. Хоть мне говорят, я очень долго целюсь. Нет, нормально. Когда я именно долго целюсь, процелюсь, я попадаю в наилучшие результаты. Главное не торопиться. Для пловца Никиты из полярного скорость наоборот имеет большое значение. Спортивный принцип срабатывает и в этот раз. Можно сказать, настроиться на то, чтобы попасть. В психологию просто и все. Вот так, в принципе, все просто вроде. Никита стал лучшим стрелком и завоевал кубок главы Большого ЗАТО. Меньше повезло его сопернику Ивану, который стал последним в тройке лидеров. В первый раз лучше. Как думаешь, почему? Ну, не знаю, наверное, просто повезло. Каждому из участников дали пять пробных выстрелов и пять зачетных. Максимальное число очков – 50. Инструкторы уверены во владении оружием. Главное – это строгая дисциплина и соблюдение правил безопасности. А если кто-то из ребят планирует продолжить обучение стрельбе, то можно подобрать оружие по душе. Ну, в любом случае, каждый пистолет индивидуален, как каждый человек. Конечно, есть отличия, есть какие-то похожие вещи. Оружие определяется тактико-техническими характеристиками. Все остальное – это уже тактильные ощущения, которые личный человек сам, ну, как-то или ему нравится, или не нравится. Ну, в любом случае, какие-то личные такие большие ощущения привязывают человека к оружию. В День защитника Отечества стрелковый клуб проведет День открытых дверей. Всем финалистам соревнований вручили сертификаты на сеансы стрельбы. Пригласили вернуться и улучшить свои результаты.